приятного тебе хождение в туалет стоп он раздевается у него штаны снились еда как бы я сейчас хотел поесть ой уяс напоминаем что каждое твое действие или бездействие влияет на ход сюжетной кампании на такое трудно не обратить внимание смартфоны ноутбуки зарядная станция телевизоры неразговорчивые сожители черт да это реально какая-то настоящая жизнь но несмотря на то что мы видели есть моменты которые даже мне трудно объяснить ибо это была буквально какая-то мистика я сейчас все расскажу сейчас все покажу а вообще всем привет дорогие друзьям я лу ложка добро пожаловать в новый сезон под названием последняя реальность поехали и снова всем привет дорогие друзья я лу ложка добро пожаловать в новый сезон под названием последняя реальность сезон в котором у нас появился новый мир немного осмотр этого мира и даже четкое понимание прямо сейчас ребята мы в мире сильно повторяющий нашу с вами жизнь смартфоны ноутбуки учеба факультеты клянусь я бы сказал то что все это понятно но есть кое-что за что я зацепился это кое-что я сам казалось бы мы ни разу не появлялись в этом университете но стоило мне подойти на стойку регистрации как моя новая знакомая джена сказала о моей особой иностранной стипендии откуда черт возьми я даже не из этого мира какая нафиг стипендия нет я клянусь я бы сказал то что это какой-то баг в системе но нет в момент моей регистрации в мире явно что-то произошло все неожиданно потемнело и мир как будто резко подстроился под меня и при этом немного переписал ход истории даже джена в момент этой непонятной мистики произнесла одну и ту же фразу дважды так заношу твою информацию и потом снова так заношу твою информацию эх черт возьми не дадут мне спокойно в этом мире погулять ох есть у меня такие предположения зато мне чертовски нравится сеттинг этого сезона настоящая жизнь господи смартфоны молчаливые игроманы вот это я понимаю давайте разберемся самое главное в моем смартфоне прямо сейчас это делать фотки я уверен то что рано или поздно это как-то повлияет на сюжет потому что внимание эти фотографии сохраняются далее при помощи смартфона мы можем смотреть свою гео локацию следовательно скорее всего мы сможем ее даже транслировать здесь можно посмотреть свой баланс у меня пока что 0 ст ст это деньги а также можно скачать новые приложения например первое что я скачал в первой серии это пейджер это мессенджер который как сказала джена пользуется здесь большой популярностью и кстати говоря джена у меня здесь в списке знакомых привет это лол ложка ты первая кому я написал в пейджере привет рада быть первой в твоих контактах завтра проведу тебе экскурсию по общежитию а погоди это ж сегодня так окей понял мне нужно джену дождаться или как давайте на всякий случай зарядную станцию заберем далее фонарик мы тоже забираем это моё единственное освещение мне нравится с ним ходить а также попробуем заговорить с диланом привет дилан поболтаем понятно признаюсь честно до этой серии я немного осмотрелся и нашел вот этот сундук в котором валяется бутылка воды я это пожалуй заберу деньги кстати тоже забираем учебник горное дело эффективный уровень характеристики 0 плюс ладно допустим забираем учебник ремесло эффективный уровень характеристики 0 плюс ой кстати я только сейчас заметил то что у меня постепенно сытость начала убывать и жажда а по так погоди-ка если я попью до жажда постепенно восстанавливается и при этом бутылка с водой тоже постепенно расходуются крутяк короче находиться в одной комнате все это время мне явно не хочется поэтому постепенно выходим и здравствуйте в господи боже может что происходит вахтерша а ей вообще плевать но вот эти звуки меня еще и дождь начался привет погоди я понял это стройка это та самая стройка о которой говорила вахтерша она сказала то что завтра что-то откроется и вот она завтра наступила и что-то открылась привет не поговорим я могу сюда пройти да я я просто очень сильно хочу сюда пройти я так понял то что это место для отдыха и также для того чтобы попрактиковать свои знания вот я прямо сейчас нахожусь в факультете экология и природопользования и да ты посмотри что я вижу ферма баскетбольная площадка тут у нас какой-то что это а но это скорее какая-то мастерская видимо это не для нашего кружка но погоди-ка это для нашего кружка ремесло прокачиваем хорошо но здесь мне явно делать пока что нечего видимо забор сейчас будут постепенно убирать и я напоминаю людей сейчас здесь мало по одной простой причине здесь никто не живет нам джена сказала то что в общежитии мало кто заселился ой и вот они идут идут бригада посмотри на них давай давай берем этот забор уносим как же долго вы будете его убирать то а он такой огромный он прямо до того корпуса идет в любом случае я уже сказал то что мне нужен конь и если я сейчас могу хоть что-то прокачать то дайте мне это у меня два очка офигеть путь трудяги дает возможность использовать камнерез пилораму кузнечные ткацкий а также прочие второстепенные столы ну ладно давай давай раз далее открывается пахарь мотыги обрабатывают область 3 на 3 вот вот для экологии и природопользования это явно пригодится снасти все создаваемые вами удочки эффективные на сто процентов хорошо затраты опыта на починку снаряжения снижены на 25 процентов это на самом деле все дорого по одной простой причине это все стоит ровно один поинт за все время сколько я тут бегал 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 я накопил только два поинта а у нас есть еще созвездие вора которая явно по сюжету как-то пригодится вот эти навыки прокачиваются при помощи книжек да я это уже понял то есть я нахожу какие-то книги я их нажимаю и вот допустим ремесло в зависимости от уровня разблокирует возможность создания некоторых предметов а то есть я не все могу создавать так горное дело увеличивает скорость добычи блоков на три процента за уровень у меня второй уровень то есть мне выгодно находить всякие разнообразные книжки да так вы разбираете забор а чё вы не разбираете я не понял а чё стоим алё работать ребята скоро заселение давай давай разбираем я тут уже как свой вахтерши ты проснулась эти господи нет ой 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 а еще я заметил то что я очень в туалет хочу да 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 туалет постепенно заполняется приводил он ты делаешь ты кушаешь поговорим мы с тобой никак не можем поговорить да сколько вообще времени кстати ну-ка 648 дорогой игрок добро пожаловать в интегрированный мир последней реальности напоминаем что каждое твое действие или бездействие влияет на ход сюжетной кампании зависать в телефоне или рубить дрова выбор за тобой приятной игры господи я я думал со мной туалет заговорил кстати я сходил в туалет и если вам интересно знать да я сходил так дилан слушай давай без обид да я не считаю что раз мы соседи то обязательно должны быть лучшими подружками уверен мы сможем уживаться вместе без необходимости общаться ну понятно видимо мы с тобой не особо-то и подружимся с таким подходом нет что ты хоть там смотришь-то покажи мне слушай отстанье просто дождись когда вернется карл вот увидишь он будет болтать с тобой часами карл а вот это интересно особенно если разговор будет про его зеленых друзей хорошо карл все это это вся твоя информация блин ну на самом деле это похоже на реальность я примерно я примерно знаю что в общежитии могут так жить я не жил в общежитии сразу говорю но я слышал от некоторых людей то что люди могут жить вместе в одной комнате но при этом вообще не общаться друг с другом и вот она дилан примерно такой все поговорить мы уже не можем в оповещении мне сказали то что я могу делать что угодно у ноутбук так блин это ноутбук дилана это сто процентов ноутбук дилан а короче мне в оповещении сказали то что я могу в целом делать что угодно либо зависать в смартфоне либо пойти рубить дерево и я-то в целом примерно понимаю какая моя цель номер один я сейчас хочу разобраться с едой потому что еда у меня постепенно уходит и да кушать надо так но при этом я хочу посмотреть что я могу скачать в магазине тик-так 2500 что короткие горизонтальные видео огромный простор для самовыражения 2500 вы еще издеваетесь так пейджер не надо angry nerds знакомьтесь уникальный симулятор жизни программиста вам предстоит писать программы выполнять сложнейшие задания без четкого тезе нарушать все дедлайны спорить с заказчиками и многое другое забудь про сон пора кодить о и у меня кстати постепенно разряжается телефон интересно а дождь вообще когда-нибудь пройдет он как-то к времени привязан или что я просто пытаюсь пока что разобраться во всей этой механике вот сейчас например 730 специально дожидаясь 800 вот все 800 и что-нибудь произойдет вот просто интересно в мире в мире что-нибудь произойдет бригада строителей стоит да наверное пока что мало что можем увидеть потому что у нас в целом никто здесь не живет то толком но если дилан не на диване значит время реально решает дилан куда-то исчез о перешел сюда ты погляди ка чё-то тыкает в своем ноутбуке и да это реально был его ноутбук отсюда он пропал блин это так прикольно сделано я просто сейчас хожу как маленький малыш бегаю по миру это не сюжет понимаете это не выживание я просто смотрю на то как живет мир вот я могу например подойти к автомату с питьевой водой так погоди я тогда попью вот все допустим мы попили фонарь обратно забираем далее бутылка с водой заполнить и все да мы реально налили воду напомню сейчас моя основная беда не наличие еды поэтому наверное я могу выйти и там свиней поубивать или как мне сказали порубить дрова то есть чисто теоретически пользоваться обычным миром майнкрафта я могу поэтому я прямо сейчас беру и не создаю верстак потому что по моему я его делал а я его в общежитии оставил блин а еще мне нужно создать долбаный топор хорош так палки дерево о дерево 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 хорошо мне как раз только одно и нужно верстак бахаем куда-нибудь сюда ставим все это дело выкладываем и топор что минимальную уровень ремесла для создание нет 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 я не могу создать топор деревянный меч могу создать отлично черт так деревянную до деревянная кирку я могу создать а вот топор я не могу сделать вот те на и как я могу рубить тогда чё реально только рукой это неприятно пока я могу просто сказать что это неприятно Опа, дождь исчез. Погоди, а сколько времени? 11 часов наступило, вот оно как. То есть в 11 часов чисто по графику дождь вырубается. Ой, кстати, надо бы знаете, что ещё проверить? Во-первых, как мне пополнять баланс, то есть я так понимаю, что мне нужен какой-то электронный счёт, а также нужно проверить Джену. Печатает. Эй, привет-привет. О, привет. Я надеюсь, после вчерашнего твой список контактов пополнился с соседями по общаге. Эээ, ну не то чтобы. А знаешь, даже если нет, то я тебе готова с этим помочь. Помнишь, я обещала тебе экскурсию? Работники всё закончили сегодня ночью. Пойдёшь со мной смотреть? Эээ, закончили сегодня ночью? А, это речь как раз про тот самый забор. Я бы хотел изучить территорию 1. Спасибо, Джена. Конечно, я свободен хоть сейчас. Ты всегда такая неприятно-позитивная. Да, я тоже это, кстати, заметил, то, что она такая, знаете, староста. Вот староста класса, который хочет всем угодить. Что-то в этом духе. Ладно, я... Я свободен хоть сейчас. Мне реально заняться нечем. О, супер. Эм, если что, я стою возле вашего корпуса. Ты давай, выходи. Хе. Было бы глупо, если бы ты сейчас отказался, правда? Хе-хе-хе. Ну, есть такое. Только ещё глупее сам факт, что я даже не в корпусе. Я тут хожу где-то по лесу. Нет, погоди, Джена, Джена, погоди. Я хочу прямо сейчас взять и всё-таки порубить немного дерева. Я понимаю то, что даже если не топор, то другое что-то я явно смогу скрафтить. Погоди, что? Парень сидит какой-то. О, а чё, общежитие постепенно... Постепенно заселяется, что ли? Или это просто те, кто заселены выше на улицу поболтать, да? Мне бы вот еду найти, покушать бы. Джена, привет! О, так ты вот, оказывается, где. Привет, привет, снова. Такой сегодня солнечный день, я так рада. Пойдём скорее. Я, конечно, уже всё видела, но мне не терпится посмотреть теперь с тобой. Окей, быстро ты, пойдём. Так, баси... В общем, вот, смотри, тут наша лаунж-зона. Нам обещали, что руководство университета будет внимательно следить за бассейном, да-да. А вообще-то, мы первое общежитие в стране, кому разрешили сделать свою зону отдыха. Лаки Чармс, вперёд! Да, что? А ты что, не знаешь, что ли? Лаки Чармс Юниверсити. Если что, это наше официальное название. Переводится как «Обереги удачи». Пойдём дальше. Ладно, понял. Надо запоминать всю эту информацию. Лаки Чармс Юниверсити. Ну, то есть, Лаки Чармс — это название этого универа. А вот там, смотри. Это наш оберег и символ. Единорог. Где тут единорог? Ладно, кажется, что к нам попадают не только самые талантливые и умные, но и удачливые. Хе-хе. Удивительно. Ты подал к нам документы, но при этом даже не знаешь название универа. Вот это настоящее везение. Это правда. Может быть, ты даже станешь нашим маскотом? Тебе бы пошёл костюмчик единорога. Хе-хе-хе. Ой, прости, я опять много болтаю. А ведь лаунж-зона, на самом деле, это ещё не самое классное. Пойдём, пойдём дальше. Давай. Основная политика нашего университета заключается в свободе реализации студентов. И в бережном отношении друг к другу. Ой. Я слышала, тебя поселили к Дилану. Это ужасно. Самый токсичный парень в общаге. Ты только, пожалуйста, то, как делает он, не думай, что у нас так принято. Студенты Лаки Чармс очень заботятся о природе и экологии. У нас принято сортировать мусор, беречь воду и другие ресурсы. Э-э-э, понял, ладно. Мы за экологию, запомнил. Хе-хе. Ну, а это... Знакомься. Наши мастерские. Они тут были ещё до реновации, поэтому... Выглядят немного потрёпанными. Если бы к моему мнению прислушивались, их бы уже давно снесли. И оборудование, которое там используется, может быть, и минимизирует вред окружающей среде. Но некоторые проекты студентов не кажутся мне безопасными. Хм. Ну, а вообще, конечно, если у тебя будет желание реализовывать свой проект или просто заняться хобби, тебе здесь всегда будут рады. А теперь пойдём, покажу тебе ферму. Как ты уже понял, у нас не просто какая-то общага. У нас целая комьюнити, которое мы сами и развиваем. Мы сами стараемся обеспечивать себя всем необходимым. Ты, кстати... Надеюсь, ты веган? Или хотя бы вегетарианец? Мясоедов у нас тут не очень любят. А? Хе-хе. Что? Я вот не очень люблю мясоедов. Ну, как же... Как же можно не любить мясо? Мясо сочное, вкусное. Нельзя не любить мясо. Не, ну вообще, то, что здесь находятся фермы, я и так уже узнал, потому что я тут немного побегал. И куда мы идём по итогу? К комбару? Или... Или что это? Это теплицы, да? Вот эти вот стеклянные штуки, это теплицы? А, кстати, я только сейчас понял то, что тут ещё люди работают. Вот человек, вот человек. Сразу видно, экология и природа пользования. Наш факультет. Так, и по итогу. В общем, один из главных принципов Лаки Чармс – это принятие. Да, есть люди, которые едят мясо. С этим ничего не поделаешь. Животных, если что, мы тоже выращиваем сами. И стараемся сделать их жизнь комфортной. В общем, если ты ешь мясо, а я надеюсь, что ты его не ешь, то ты можешь помогать здесь. Или же ты можешь помогать на ферме. Мы сами выращиваем пшеницу и овощи. Полями ты можешь пользоваться в своё удовольствие. Раньше нам приходилось очень много запасать и консервировать. Но теперь, смотри-ка, у нас есть прекрасные теплицы. Так что круглый год у нас будут свежие овощи. Господи. Кажется, я явно что-то забыла тебе показать. Точно, точно. У нас же есть ещё оружейное с... Сиром. Я не разделяю этих увлечений, если что. Потому что, мне кажется, это опасно и не очень продуктивно. Но так уж и быть. Многие студенты увлекаются боевыми искусствами и стрельбой из лука. Хе-хе. А для кого-то это просто способ получить зачёт по физкультуре. В любом случае. Если захочешь, можешь приходить туда тренироваться. Всё. Вот, теперь я точно всё показала. Если что, как резидент, ты можешь всем пользоваться бесплатно. По крайней мере, пока у тебя проплаченная комната. О, выбор. Джена, это всё так круто. Спасибо тебе огромное за экскурсию. Слушай, ты сказала вчера, что грант покрывает только первый месяц. А где же я буду брать деньги? Честно говоря, я так и не понял, зачем ты мне нужна была для этой прогулки? И, кстати, я ем мясо. Хм. Хм. Ну ладно, где я буду брать деньги? О, что? Подожди. А ты когда документы подавал, ты что, не задумывался об этом? Ой. Вообще, ладно. Чаще всего ребята зарабатывают у нас на фрилансе. Я тут, кстати, по полному гранту. Хм. Поэтому мне-то работать не нужно. В общем, насколько я знаю, самое популярное приложение FreeFly. В нём можно найти любую работу. Там не обманывают с оплатой и зачисляют её на виртуальную карту. Студенческую карту тебе сделали сразу же. Скачай банковское приложение и введи туда своё имя. Банк университета свой. Называется Lucky Bank. Э, как Lucky Charms. Понял же? Вот как-то так. Так, сейчас. Мне нужно кое-что проверить. А! Ой, подожди-ка. Уже 13? О, не-не-не-не-не. Я должна съездить в университет сегодня. У меня кураторская работа. Так, удачи тебе с фрилансом. Пока-пока-пока-пока. Э, да. И пока-пока. Бог же, я даже немножко испугался, когда она в меня полетела. Я пальцем ударился. Причём в реальной жизни, чтобы вы понимали. Подожди, а сколько времени? Уже 14.23. Какие 13? В любом случае, спасибо большой Дженни за экскурсию. Мне это было правда полезно. Но вот то, что она ненавидит не веганов и не вегетарианцев, это... Я даже не знаю, зачем мне с ней продолжать общаться. Если она увидит то, что я ем мясо или убиваю свинью, это же... Это же будет просто фиаско. О, привет. Поговорим? Так, господи, как... Господи... Нет, не поговорим, короче. Она мне сказала то, что нужно скачать какое-то приложение, да? Поэтому давай, начнём, наверное, с FreeFly. Во, могу найти. Найди работу мечты здесь. Сотни вакансий на любой вкус. Скачать. Так, 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 так. Отлично, открываем. Эм... Микаэль 98. Пшеница для пекарни. Фил 13. Десерт для детей. Эва Би. Художественная школа. Юзер 6603. Рыба моей мечты. Окей, погоди, погоди. Для начала я хочу ещё и деньги. Деньги. Лаки... Банк. Хм... Возможно, конкретно сейчас я не могу его скачать. Типа, может, знаете, какое-то сюжетное ограничение, но это странно. Прежде чем мне зарабатывать какие-то деньги, прежде чем мне вообще хоть что-то делать, пожалуйста, дайте мне еды. Я реально не могу бегать, чтобы вы понимали. Вот, всё. Это моя максимальная скорость. Если я попью воды, то... Сытость вообще никак не увеличивается, понял? Прости, Джена, но об этом мы умолчим. Хе-хе-хе. Надеюсь, у меня в общежитии будет какая-то печка, я там смогу пожарить тебе стейки. Приготовить какую-то еду, там будет плита и всё такое. Это уже у нас настоящая жизнь, как-никак. Так, ещё немножко еды. Надо будет обязательно здесь вейпоинт поставить. Ой, что? Замедлей. А-а-а, вот почему я такой медленный. Потому что я в туалет хочу. Ты посмотри, у меня... У меня туалет заполнен практически, господи. Так, то есть, если он заполнится на максимум, то я... Обоссусь? Что, я не знаю. Наверное, да. Я не хочу экспериментировать, честно говоря. Мне вот этого замедления уже хватает, и оно меня бесит. Поэтому давайте хотя бы немножко поедим. Хотя нет, 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 нет. Мы это пожарим. Надо найти печку. А если я могу использовать деревянную кирку, то очевидно, что я могу немного прокопаться вниз и попробовать сделать себе эту самую печку. Если мне сейчас нужно будет прокачать ремесло, чтобы создать печку, то это фиаско. Пожалуйста, так не делайте. Далее, получается, берем смартфон, карты, открыть глобальную карту и поставить здесь метку. Так, назову я ее просто выход... Нет, не так. Выход в лес. Сохранить. Так, теперь вопрос. Могу ли я к ней телепортироваться? Эээ... Пока непонятно. Еще раз. Открываем карту. И... Да, да, я могу. Супер! Я-то уж думал то, что я телепортироваться не смогу. Но нет! Хе-хе-хе. Очевидно, могу. Что это за место, кстати? Ох! Еда! Ммм! Как бы я сейчас хотел поесть... Ой. Ой, я съел. Напоминаем, что каждое твое действие или бездействие влияет на ход сюжетной кампании. Простите. Простите, пожалуйста. Я съел чей-то хлеб. Возможно, кстати, я своровал хлеб. Помните, вначале было написано то, что каждое мое действие может привести к последствиям. И при всем при этом, здесь, в коне, есть созвездие вора. Так что то, что я сейчас съел этот хлеб, это немного плохо. Ой-ой-ой, у меня туалет! Туалет трясется, боже! Замедление второго уровня. Очень хочу в туалет! Ой, на кропалях держусь. Уже на кропалях. Очень хочется. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте мне уголочек. Я же добегу, да? Дайте мне туалет! Бога ради! Я успею. Чувствую себя самым обновленным человеком на планете. Дилан, здорово! Мне тут птичка нашептала, что ты, оказывается, самый мерзкий человек в общаге. Тем временем я нашел печку. Мы делаем немножко досок. И, пожалуйста... Да, я могу жарить еду, слава богу. Хлеб в ларьке воровать я точно больше не буду. На всякий случай предупреждаю. Поэтому надо готовиться к тому, что я буду таскать свое. Например, вот. Четыре жареные свинины. Ну и, кстати, Дилан, пообщаемся, может быть? Ну и нубер, а. С такими тиммейтами только против ботов идти. Че ты сказал? Да с твоими скиллами удивительно, что ты вообще разговаривать умеешь. Слушайте, если он еще раз что-то войс вякнет, я ливаю. Господи, я обожаю этот сезон. Я просто обожаю этот сезон. О, что это было? Это че сейчас было? Что за слепота резкая, а? Так, это было странно, не то чтобы уместно, но при этом вроде бы ничего не произошло. Ладно, это было просто странно. Что? О, господи, опять ты. Слушай, какой раз ты попытался со мной заговорить сегодня, а? Соты что ли? Просто найди меня в пейджере. Дэйв Мэйджикан. Если тебе станет очень одиноко, можешь, не знаю, сливать свои страдания туда. Может быть, есть шанс, что я отмечу прочитанным. Ммм, спасибо. Дэв Ма-ги-ци-ан. Дэв Ма-ги-ци-ан. Дэв Ма-ги-ци-ан. Боже, боже, как это сложно. Дэв Ма-ги-ци-ан. Ммм. О, о, получилось. Спустя четыре раза получилось. Дилан. Так, здесь у нас переписка с Дженой, а с Диланом я ничего не могу написать. Сюда! Так, могу еще что-нибудь кликнуть? Ну-ка, давай. Нет? А если я ему монитор отключу? Хе-хе. Плевать, да? Ну, ладно. На самом деле, в общем и целом, я могу сказать то, что мне очень нравится, как развивается этот сезон. То есть, видно то, что иммерсивности здесь добавлено примерно уже больше, чем даже в предыдущем сезоне. И вот, например, Дилан, по истечению какого-то времени, просто встал из-за комба и пошел дальше сидеть за компом. Надо сейчас понять, как вообще работает приложение для фриланса. Допустим, пшеница для пекарни. Так, так, так. В мою семейную пекарню требуется 150 связок пшеницы. Репутация 300 ст. Что? Репутация... Подожди, мне дадут 300 ст за это? Принять. Получено новое сообщение. А вот зад... У-у-у, нихрена! Пшеница для пекарни. Значит, Михаэль, срок 5 дней. В мою семейную пекарню требуется 150 связок пшеницы. Задача собрать 150 связок пшеницы. Награда 300 ст... Обалдеть, так это очень много. О! Что? Что за сцена? Погоди, что это только что было? Это было где-то здесь, где бассейн, да? Нет? Вот тут это было. Это было здесь. Нам просто показали сцену, где какой-то уборщик начал убирать бассейн и кинул как будто бы кусок мыла. А, кстати, я походу понял, что означает эта сцена с бассейном. Помните, Джена сказала то, что руководство обещало следить за этим бассейном? И нам вот этой сценой показали то, что работник очень халатно отнесся к уборке этого бассейна. Это единственная цепочка, которую я сейчас смог реально создать у себя в голове. Так, Дилан, ты у нас... О, господи. Ты даже на полу можешь лежать, серьезно? Точнее, сидеть. Всю эту серию, как вы, наверное, заметили, я пытаюсь разобраться в сеттинге этого сезона, в механиках этого сезона. И более-менее за... Пошел куда-то, Дилан. Более-менее за данный выпуск я понял, что от меня требуется, что в будущем я буду делать. Эээ... Приятного тебе хождения в туалет. О, стоп, он раздевается! У него штаны снялись! Господи! Так вот, точно так же, как и вы, все это я вижу в первый раз, поэтому, если где-то в моментах я что-то не так понимал, может быть, я как-то тупанул жестко, то напишите мне в комментариях, и мы вместе разберемся, что же я сделал не так. Но пока что вроде бы я примерно догоняю, что от меня требует этот сезон. Изначально охарактеризую это так. Студенческая жизнь. Но мы-то все прекрасно понимаем то, что все явно не просто так. А что именно будет не так, узнаем уже в следующих сериях. Очень надеюсь, что вам нравится, как это все разбивается. Мне пока что нравится, но при этом мозги у меня кипят. Это правда. Надеюсь, теперь со всеми этими знаниями в будущем будет попроще. Надо бы еще понять, как коня прокачивать. Ну а на этом я попрошу от вас, пожалуйста, поставить лайк, пожалуйста, подписаться, потому что каждое ваше нажатие, каждая ваша поддержка дает огромный буст к мотивации. Видно, что в разработку этого сезона вложили душу, и он еще удивит нас. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоложка и мой мега навороченный смартфон, а также Дилан, которого ненавидит Джена. Всем удачи, всем пока, 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 пока!